Вопросом реализации государственной молодежной политики посвятили и сессию молодежного пресс-клуба, который, к слову, начал свою работу в прошлом году и является платформой для качественного и оперативного освещения событий в жизни молодых людей. А в Национальном университете Узбекистана имени Мирзулукбека состоялся семинар-тренинг, где также речь шла о поддержке инициатив юношей и девушек. Молодежную политику Узбекистана всегда отличало осознание того, что, кроме всего прочего, и от должного и своевременного внимания к проблемам подрастающего поколения зависит будущее нашей страны. Наши юные соотечественники — это и есть тот самый потенциал, которому предначертано изменить облик нашей Родины, таким образом, чтобы она смогла встать вровень с просветающими государствами мира, где достигнут высочайший уровень качества жизни при сохранении соответствующих параметров и характеристик духовно-нравственного развития. Подписанный два года назад главой нашего государства закон о государственной молодежной политике стал одним из ключевых документов, направленных на формирование системы социально-экономических, организационных и правовых мер, осуществляемых государством и предусматривающих создание условий для социального становления и развития интеллектуального, творческого и иного потенциала молодежи. Этой дате и было посвящено очередное заседание молодежного пресс-клуба Союза молодежи Узбекистана, состоявшееся в столице республики. В ходе дискуссии отмечалось, что принципы и направления государственной молодежной политики, отраженные в данном законе, стали основой для реализации целой серии масштабных проектов, осуществленных в нашей стране в последнее время в целях активизации роли подрастающего поколения в происходящих реформах, вовлечения юношей и девушек Узбекистана в процессы преобразований, защиты прав и интересов наших юных соотечественников в самых различных сферах. Самое важное, что хотелось бы отметить, сегодня совместно с Союзом молодежи реализуются меры, направленные на военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. Это с тем, чтобы наша молодежь, будь она военная, будь она состоит на военной службе или учится, не имеет значения. Самое главное, что она была преданной, патриотизм был развит у нашей молодежи, чтобы она выполняла свой военнослужащий, воинский долг от души, а гражданская молодежь училась и была преданной патриотичной своей Родине. Что сегодня волнует нашу молодежь? Какие проблемы беспокоят ее более других? И каковы пути их решения? К чему стремятся наши юноши и девушки? Каковы их ценностные ориентиры и жизненные приоритеты? Участники форума предлагали свои варианты ответов на эти вопросы. Организованный Ташкентским городским кингаршем Союза молодежи Узбекистана семинар-тренинг был также посвящен обсуждению закона о государственной молодежной политике, принятому два года назад. Поддержка представителя подрастающего поколения подчеркивалась на встрече. Защита их законных интересов наряду с предоставлением широких возможностей является одним из приоритетных направлений государственной политики и пробуждает в сердцах юноши и девушек чувство гордости, укрепляет веру в будущее. Молодежь должна знать свои права, быть информированной, грамотной, стремиться к самосовершенствованию. Особое внимание уделили вопросам воспитания молодых людей духовно развитыми личностями, ограждению их от воздействия чуждых идей. А чтобы юные граждане смогли успешно реализовать себя, найти достойное место в обществе, совершенствованию работы в этом направлении способствует государственная программа «Молодежь. Наше будущее». Для финансирования в ее рамках мероприятия при Союзе молодежи Узбекистана создан фонд. Участники встречи говорили о механизмах выделения средств в льготном аккредитовании молодежных бизнес-инициатив. Сегодня по всей республике строятся и открываются ко-воркинг-центры, молодые предприниматели и трудовые гузары молодежи. Все это способствует гармоничному развитию и личностному росту молодых людей, позволяет занять достойное место в обществе.